Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Только вчера Собчак, так сказать, пыталась съязвить, показывая в Подмосковье, находясь, что якобы она у стены плача, река Иордана Великая рядом с ней, ходила рядом с рестораном Причал Новикова и рассказывала, что вот посмотрите, я в Израиле, иронизируя над тем, чтобы прошло известие, что якобы она получила израильское гражданство. Она ничего не отрицала, она просто поиздевалась, также не отрицала и продажу квартиры почти за миллиард. Она просто сказала, что я живу в Подмосковье, но она не отрицала ничего. И сказала, что вот, ну, видео можете посмотреть, у меня есть, кто видел, вы наверняка отметили, что очень так психологическое состояние, как мне показалось, ее было дестабилизировано, и вы тоже отметили это в комментариях. И вот сегодня оказалось, что Собчак снова, значит, полетела в Израиль, но оставила еще и сына в России, то есть отправилась туда одна. Самое интересное, друзья, что, естественно, это объяснять совершенно иначе. Все дело в том, что пишут, вот что сама Собчак сообщает. Больше всего в моей работе я не люблю командировки, выпадающие на выходные. Ужасно всегда скучаю по Платону. На прошлой неделе летала в Ригу из Москвы снимать кое-кого 17 часов, 17 часов до Риги. Сейчас лечу опять с пересадками. Ну, то есть вы знаете, что сейчас проблема с самолетами и так далее. Сейчас лечу опять с пересадками. Рейсы сейчас есть только через Израиль и Стамбул. Ну, естественно. Она в Стамбул улетала, как ее мама вчера вдруг нечаянно ее сдала на Русова, что она летала в Израиль по медицинским там каким-то вещам. До этого Собчак нам всем утверждал, что она полетела с Платоном, с сыном, отдыхать на каникулы на его в Турцию. Оказалась в Израиле по медицинским вещам. И сейчас вдруг командировка и опять через Израиль и только Стамбул летят самолеты. Но, естественно, за классным контентом, она пишет, интервью само себя не снимет. Вы знаете, сколько угодно можно оправдываться, писать, каникулы, медицина, интервью, классный контент, еще что-то. Я не знаю, может она поехала у Чубайса интервью брать или еще у кого-то. Но, тем не менее, рейс через Израиль. А может паспорт надо забрать? Я предполагаю, я уже не утверждаю. Но, конечно, смешно, очень смешно это все выглядит. То, что происходит перед носом у людей, пытаются сделать из людей дураков, чтобы оставить себе массу подписчиков, на которых можно зарабатывать деньги. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, в закрепленном комментарии в описании к видео. Ссылочка для поддержки канала, в отсутствие рекламы исключительно на вашу поддержку канал существует. Кому нравятся ролики, поддерживайте. И также ссылочка на телеграм-канал Будда Гришна. Новости, как мне кажется, лучший новостный телеграм-канал. Новости 24 на 7. С моими комментариями подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Друзья, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok